Здравствуйте дорогие зрители, на связи ITD-стрикт и сегодня мы разберем самую популярную тему, которая возникает у всех начинающих андроид разработчиков и даже у некоторых опытных. А именно, что должен знать андроид разработчик на данный момент, то есть в 2021 году, какими скиллами он должен обладать. И перед тем, как я начну, я хочу вам рассказать, в чем суть проблемы. Суть проблемы в том, что слишком много информации, непонятно на каком языке писать, на Java, на Kotlin, использовать Dagger или Coin, какую архитектуру выбирать, как это все изучать, это все непонятно. И забегая вперед, я вам хочу рассказать о некотором предложении, если у вас возникает такой вопрос, что изучать и как это все изучить, и не хотите тратить примерно от года до полтора, то я вам рекомендую написать мне, ссылки для связи со мной есть и в описании, я вас лично проконсультирую и могу записать на обучение. Я вас могу за несколько месяцев обучить на андроид разработчике. Ссылки для связи со мной есть в описании, а мы начинаем. Так, во-первых, языки программирования. На каком языке программирования писать? На Kotlin или на Java? На данный момент все современные андроид приложения разрабатываются исключительно на языке Kotlin. Java используется лишь для поддержки старых мобильных приложений, но иногда вы можете встретить в некоторых вакансиях и требования знать язык Java. Но язык Java настолько большой, что вы можете потратить очень много времени на него. Поэтому я для быстрого захода в сферу, я рекомендую писать на Kotlin, а Java потом сможете сами научить, когда будет небольшой опыт. Далее нужно изучить основы андроид. О чем идет речь? Речь идет про самые базовые вещи, про знания, как работает ресурсами, про знания, как устроен проект, как создаются проекты, за что отвечает каждый из файлов, как подключать различные библиотеки, как создавать активити, как создавать фрагменты, понимание, как работают активити и фрагменты между собой, как передавать данные между ними. И все такие базовые вещи, плюс нужно изучить стандартные виджеты. Ну вы скорее всего их редко будете использовать, но всегда все равно знать вы их обязаны, потому что на их основе мы будем использовать более прогрессивные продвинутые виджеты. О каких виджетах я говорю? Я говорю о виджетах кнопка, текстовое поле, различные переключатели, радиокнопки, чекбокс и все в таком духе. То есть вы должны знать всю основу, уметь подключать свой смартфон к Android Studio для того, чтобы тестировать ваше мобильное приложение, и вы в принципе должны разбираться в Android Studio. Если вы не знаете, как это лучше освоить, то у меня есть бесплатный фильм трехчасовой о том, про основу Android за три часа. Далее нам нужно будет перейти к изучению интерфейса Material Design. То есть что такое Material Design? Material Design поставляет все визуальные компоненты для вашего Android приложения. Это все навигационные панели, это все оббары, это все кнопки, текстовые поля, переключатели. Все то, что вы видите на экране, все это нужно научиться делать. И опять же для этого у меня есть тоже специальный курс. Ссылка на курс также будет этот в описании. На этом курсе вы сможете изучить все виджеты, которые используются в настоящее время на данный момент. И кстати, по поводу языков программирования. Я вам не советую долго сидеть на изучении языков программирования. Нужно освоить самую базу, что такое переменные, что такое функции, что такое циклы, условные операторы if, else, when. Ну и в принципе все. А оно еще вам нужно обязательно разобраться с массивами и с коллекциями. В плане классов, интерфейсов, полиморфизма и всех остальных принципов ООП, вы можете изучить их уже на основе практики. Так будет лучше вам все это понимать. Итак, вот мы изучили материал дизайн, мы уже можем размещать виджеты, что дальше? Дальше нужно изучить такой элемент как ViewPager. ViewPager позволяет делать листающий контент. То есть, это некое подобие слайдера. Изучаем ViewPager. Кстати, на ViewPager основаны и вкладки, которые, допустим, если у вас какой-то контент вкладка, то вы хотите, чтобы при табе по одной вкладке выходила одна информация в рамках одного экрана. По табе по второй вкладке тоже выходила другая информация. При этом можно было листать. То есть, не обязательно тапать, а листать. То также это все основано на ViewPager. Дальше вам нужно, далее вам нужно освоить такой элемент как RecyclerView. RecyclerView это прогрессивные, продвинутые, усовершенствованные списки. То есть, все, что вы видите в своих мобильных приложениях. Список товарок в корзине, в каталог с товарами, да. Каталог с категориями. Это все оформлено в виде списка. И этот список, конечно, вручную не создается. Он выгружается из базы данных. И вот этот процесс выгрузки, оптимизации, настройки шаблонов. То есть, автоматизация. Для того, чтобы автоматизировать все это в один раз, а не создавать каждый элемент списка по отдельности, используется RecyclerView. Это тоже необходимо все изучить. Далее нам нужно перейти к изучению базы данных. И начнем мы с локальной базы данных, которая будет находиться на каждом устройстве пользователя. Android работает с базой данных SQLite. Но напрямую сейчас, в 2021 году, с SQLite уже никто не работает. Работают все с такой технологией, как RUM, которая позволяет более быстро и оперативнее писать код для работы с базой данных SQLite, что позволяет ускорить разработку, сделать нашу разработку более изысканной и правильной со стороны архитектуры. Также нам нужно будет изучить работу с сервером. То есть, что это такое? Вот смотрите, например, на примере интернет-магазина, то есть, мобильное приложение под интернет-магазин. У нас есть некие товары, ассортимент которых все время пополняется, изменяется количество остатков, цены. Но как нам это динамично отображать на устройствах клиента? Все время просить обновлять приложение, как только что-то изменилось? Нет, но это неправильно. Для этого нам нужно все данные хранить где-то на сервере и загружать их, например, при запуске мобильного приложения. То есть, при запуске мобильного приложения должно происходить обновление всех данных. Это происходит с помощью выгрузки с базы данных MySQL. А как же получить нам все эти данные в приложении? Для этого используется библиотека Retrofit. Обязательно нужно изучить библиотеку Retrofit. Но с помощью этой библиотеки мы можем не только получать данные с MySQL, но также мы можем получать какие-то данные из таких крупных сайтов, как YouTube или другие такие гиперплатформы через специальный IP. На этих сайтах есть специальная IP-документация, с которой мы можем работать. На это все хорошо. Но как же нам правильно настроить архитектуру? Для этого вам нужно изучить главный паттерн архитектуры MVVM. Как происходит работа с MVVM? Смотрите, мы разбиваем на три слоя ваше приложение. Первое приложение содержит у нас работу с базами данных. Второе, средний, средний, второй слой – это поставщик. Это некий поставщик, который поставляет эти данные во View слой. И третий наш слой, в котором мы уже работаем именно с приложением, именно с интерфейсом и загружаем все необходимые данные через специальный View Model. Тут же мы используем и LiveData, то есть подход LiveData. И для того, чтобы все это правильно организовать, существует прекрасная связка в MVVM, база данных, плюс корутины, плюс та самая прослойка Room, которая позволяет работать с местной базой данных SQLite. То есть что такое корутины? Мы уже разобрали, что такое Room, да, это локальная база данных. Что такое корутины? Ну, например, вам нужно сразу выгрузить данные из нескольких баз данных локальных, да, то есть, ну, или из нескольких мест получить какие-то данные. То есть какие-то процессы нам нужно сделать параллельно. Если мы не будем использовать корутины, то мы сначала выполним одно, второе, третье. Это очень долго. Пользователю придется ждать. А мы можем это сделать все параллельно, с помощью корутин. Раньше использовал в Java RX Java. Иногда она еще до сих пор требуется, но корутинами работать более проще, они более эффективны. Поэтому, к тому же, всего функционала RX Java никто не использует. Его там на процентов 20 используют. А корутины позволяют все это использовать по максимуму для Android приложений. То есть для Android приложений корутины это идеальный вариант. Далее. Существует такой вариант, когда вы работаете с MVVM, вам нужно будет, вы будете передавать с одного слоя, в другой и в третий. Потом, в конце концов, в Activity, в котором вы должны будете получать какие-то данные, вам нужно будет инициализировать каждый из этих слоев, который будет использоваться в процессе передачи данных с первого слоя, в котором мы работаем с базами данных. Для того, чтобы все это не инициализировать, не писать кучу кода, мы можем все это упростить с помощью инъекций зависимостей. Раньше, ну и сейчас, во многих проектах используется Dagger, но в большинстве случаев, в 90% случаях, вы будете писать такие проекты, в которых вам Dagger вовсе не нужен. Использование в таких проектах Dagger будет то же самое, что стрелять с базуки по воробьям, но это нецелесообразно, поэтому используется более легковесный Coin, который более прост в понимании, которым, зачитанные часы, которые вы можете освоить. Используйте Coin. Ну а дальше вам нужно знать в таком облачном хранилище данных, в такой некой облачной базе данных, как Firebase. И разобрать такие инструменты, как WorkManager. Что такое WorkManager? WorkManager позволяет в фоновом режиме делать какие-то процессы. Например, пользователь работает с вашим мобильным приложением, а параллельно в фоне происходит, допустим, загрузка, обновление остатков на складе с помощью этого WorkManager. Также вам нужно изучить, как происходит аутентификация, то есть процесс регистрации пользователя в вашем мобильном приложении. Ну и одним из последних уровней вам нужно будет научиться тестировать ваше мобильное приложение на предмет багов. Это все, что необходимо вам знать в первую очередь для того, чтобы стать Android-разработчиком. Зная все эти навыки, обладая всеми навыками, вы сможете разрабатывать любые мобильные приложения, вы сможете с легкостью строиться на работу, либо писать свои стартапы, либо брать заказы. Все это теперь будет сделать очень проще. Ну и теперь давайте поговорим про будущее. На ближайшую перспективу, ближайшие 5 лет, наверное, может и на 3 года, вам нужно уже изучать потихонечку еще Jetpack Compose, который вообще меняет все понимание разработки мобильного приложения под Android. Сейчас у нас есть XML-шаблон, который содержит XML-верстку, и Kotlin-класс, в котором мы прописываем весь функционал. И в XML работают в связке с Kotlin-ом. Jetpack Compose позволяет избавиться от XML-файлов и все делать в Kotlin-классе. Там некоторое сходство с Flutter-ом есть, это заинтересовано на Flutter-ом. Ну, в общем, можете почитать, там есть очень интересные вещи. И также стоит присматриваться уже с Kotlin-мультиплатформ. Kotlin-мультиплатформ позволит вам писать и под Android, и под iOS один раз. То есть, вы бэкэнд, весь бэк, делаете на Kotlin-мультиплатформ, а в плане iOS вам нужно будет просто изучить интерфейс. То есть, все вот эти элементы, переключатели, кнопки, вот эти все визуальные части, которые есть в Android как Material Design. В iOS другая, другая библиотека для этого есть. И вам нужно просто доизучить вот этот интерфейс, разработку интерфейса и уже связывать его с бэкэндом. И тогда вы сможете сразу писать под Android и под iOS. Но, в принципе, это все, что вам нужно будет знать. Вот вам готова стратегия развития. Если хотите быстренько все это изучить, быстренько влиться в сферу и разрабатывать мобильные, научиться разрабатывать Android-приложения или устроиться на работу, то я вам рекомендую записаться на обучение. Ссылки для записи в обучении есть под видео. Напишите мне либо на e-mail, либо на ВК, либо на Facebook, либо заполните форму, я сам с вами свяжусь. А на сегодня у меня все. С вами был IT-District. До следующих встреч. Всем пока.